Что, в прошлый раз мы... Саша, посмотрели, да? Посмотрел в прошлый раз. Значит, в первом состоянии знанию формы себя знание традиционного существования. Это значит, что форма знает о себе только то, что она есть. Соответственно, в предмете форма... То есть форма не... Является формой, но не знает, что она форма. Она о себе знает только то, что она есть. Соответственно, о предмете форма знает только то, что он становится. Форма еще не знает, что предмет становится в качестве одного. Почему не знает? Потому что, чтобы знать, что предмет становится в качестве одного, форма должна знать себя, как форма. То есть, как тождество. только знание формы себя тождество дает нам знание предмета в качестве одного. А поскольку форма не знает себя в качестве формы, то есть в качестве тождества, то форма и о предмете знает только то, что он становится. Особенность причинности формы Особенность причинности формы в качестве мидера, то это это шум, наверное, да? Ну и вот я его пусть и я познакомлю. Иду мы в кастрюлю. Ну-ка тут... Особенность такого причинения заключается в том, что причина, определяя собой следствие, не исчезает, а остается в каждой причине. В этом самом деле особенность, потому что обычно, сначала причина, потом следствие. Здесь, когда форма определяет предмет, предмет становится в форме, но форма как причина остается в другом. Поэтому и в первом состоянии мы имеем именно эта форма существует, предмет становится. И это не две стороны одного состояния. У Гиггера форма и предмет – это две стороны одного состояния. Этот и этот. Есть некая достоверность. Первая. Достоверность, когда форма обнаруживает предмет. Эта достоверность, видимо, простой и есть у Гиггеря. И эта простая достоверность, простой и есть распадается на этот и этот. То есть на чувствованные формы и на предмет. Значит, одновременно нельзя. Одновременно у Гиггеря представляет собой одно неразличенное состояние. Если одновременно. Которое состояние, первоначальное, простое и есть у Гиггеря, распадается на два состояния, которые можно познавать лишь разделенно. По очереди. Когда я знаю этот, я не знаю этот. Когда это недостоверно этот, недостоверно этот. Получается две стороны одной первоначальной достоверности. Здесь иначе. У нас иначе. У нас это одно состояние. Состояние познания формы себя, как условия предметов. Это то, что форма существует, а предмет становится. А предмет мы больше ничего не можем сказать, кроме того, что возникает. Возникает. Появляется. Становится. А форма есть. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем следующее. С одной стороны. Примет есть, а форма только, как сказать, будет. То есть она возникает. Примет есть, а форма возникает. Это у Гиггера? А как же тогда форма перевищена? Это что-то новое. Форма есть, а предмет установки. Поэтому форма перевищена. А вот только что сказали, что это чисто. А форма совершенно мало. Угу. Например, есть а форма возникает. А нет, ну это это. Петвер. Оговорка. А. Отверстие на собрешеншее. Форма есть, а предмет становится. У этого первоначального состояния есть две стороны, которые проистекают из самой сути становления. Поскольку форма становится, то она с одной стороны только еще будет, а не есть. Так форма все-таки становится или предмет? Ну, поскольку предмет становится, то он с одной стороны только будет, а не есть. Он не есть, а он становится. Поэтому форма предшествует предмету. Сначала форма. Форма уже есть, а предмета еще нет. Заметьте, что это одна сторона первоначального состояния мысли. То есть, как мы говорили, мы это первоначальное состояние мысли обнаруживаем две стороны. Как в вращательном движении, центростремительную и центробежную силу. Две абстракции. Две абстракции. Одно и абстракции. Одно и абстракции. Потому что само это состояние формы уже и есть, а предмет еще нет, предполагает пустую форму, что не верно. Пустая форма может мыслить как форма только в качестве абстракции. Действительное состояние мысли заключается в том, что форма есть и в этой форме становится предмет. И только абстракция от этого первоначального действительного состояния, его моментом или стороной является ситуацией, когда форма уже есть, а предмета в том, что это не погода приходит за телефон. А зачем? Я не знаю, как отключить. С услугу. Не все сообщается. Сколько стоят роллы? Как получилась таксивность? Что-то за темным стримгромом заплет все время. Еще за это платите, что самое смешное. Наверное, подозреваем. Как избавиться от потока информации. Чем-то занят все время? Все, извини, смотришь так, роллы теперь что-то. Тоже задумался о становлении формы как-то. Не верю, не так. Вот так вот я отказался, конечно. А на то, чтобы не смог. Так что вот эта ситуация, когда форма есть, а предмета еще нет, представляет собой абстракцию от некого действительного состояния мысли, которое заключается в том, что форма есть, а предмет в этой форме становится. С другой стороны, поскольку предмет все-таки становится, то есть возникает, то поскольку он возникает, форма в нем исчезает. То есть бытие. Бытие формы исчезает в этом предмете. Форма не отличает себя от предмета, поскольку он становится. Поскольку он возникает, появляется. И это же построение, я видите, построил со стороны предмета, становящегося. Понятие становления, с одной стороны, предполагает, что предмета еще нет, а с другой стороны, предполагает, что он становится, возникает. То есть это двойственность понятия становления предмета рождает эту возможность двух абстракций и действительного состояния мысли. Можно, видимо, рассуждать и с позиции формы. Потому что о форме мы сказали, что форма есть форма, но не знает себя как форма. Можно рассуждать так. Поскольку форма является формой, то есть чем-то старше и причиняющим, то она предшествует предмету. А поскольку форма не знает себя как форму, то она исчезает. В этом становящемся предмете. Получается, как мы считаем, не очень прогноз в существовании метода этого движения, потому что, может быть, получается, что можно рассуждать со стороны становления предмета, можно со стороны старших форм. Можно выигрывать ситуацию становления предметов формы, а можно выигрывать ситуацию, что форма является чем-то, но не знает этого. Еще раз, поскольку форма есть форму, является формой, она предшественна предмету. В том смысле, что она есть уже, а предмета еще нет. Но поскольку форма не знает себя как форму, она привезет себя в и не знает, что она не знает. Но, как мы считаем, что это мое состояние мысли, которое мы называем есть, то есть мы можем назвать «Есть». То есть это мы можем назвать «Есть», это можно назвать «Есть»? предполагает определенное состояние, когда форма есть, а тут нет, становится. Это не по одному состоянию. Не две стороны в одному состоянии, тут нет сторон. Форма есть, а предмет в форме становится. Или просто есть и становится. Есть и возникает. Так как, когда есть, уже становления нет уже, что ли? Ведь можно понимать, есть, это как некое промежуточное состояние, когда предмет еще не стал, он еще становится, но форма есть. Или есть, это уже предмет стал, форма есть, все есть. И становление. Нет, предмет не стал. Вес становится, он никогда не станет. Ему это не грозит. Он всегда будет становиться. Так или иначе. Форма есть, и всегда будет в этом состоянии актуально. И первоначально все это простое есть, или может быть, все-таки я есть, или я. И становление. Так а зачем предмет-то нужен? Вот меня всегда поражают. Вот есть форма, она уже вставшая и готовая форма. Зачем в форме нужен предмет? Зачем в форме нужен предмет? Потому что она не дана себя как форма. То есть форма существует только в том случае, если… Если форма не становится. То есть, значит условием существования формы является предмет? Условием данности формы себя как формы является становление предметом. Условием данности? Да. Условием данности формы себя как формы имеют становление предметом. Но это не только так, но еще и просто… Примет является кроме того, что условием простого бытистования формы. То есть, а не только от данности формы себя как формы, но еще и полоспобедительности формы становящиеся предметом. То есть предмет не уничтожен? Вот что важно. Ну, не совсем, в смысле это. Не совсем. Так, а мы говорим о первичности формы. Вот что удивительно. Какое-то оно должно быть равноправие. Ну, первичности. Очень интересно здесь. Знаешь, что здесь здесь первичность? Потому что бытие здесь или бытие формы? Быть формой. Вот в этом смысле первичность. Конечно, первичность. Бытие не есть те становления предмета. Быть – это значит быть формой. Первичность. С другой стороны, ты говоришь, что форма не существует без предмета. Да, без становления предмета. Правильно, да. Условие бытия, боддийственные формы, является становление в этой форме. Правильно. И в этом смысле, в некотором основе становление тоже первичным, да. В этом условии, является некоторым условием. Что оно, ну, я не знаю как оно, оно не является внешним предварительным условием, а условия осуществления буддийства и неосуществление самой селиографии является становлением реформа предмета. О чем мы говорим? Возможно, я не знаю, как назвать первоначальное состояние мыши, деформа мыши, предмет становится, можно ее назвать, но... Да, 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 я думаю, что поэтому как надо сказать. Оформились, можно сказать, только просто есть. Так вот, когда мы... И форма в себе находит две стороны. Правда, форма находит эти две стороны в себе при условии существования предмета. Форма находит два своих состояния по отношению к предмету. То есть из одного действительного состояния форма эти предметы становится. Форма в себе обнаруживает две абстракции. Две стороны, два момента. Один момент. Форма есть до предмета. Как пустая форма. То есть формы есть, а предмета еще нет. А с другой стороны, форма обнаруживает в себе другое состояние. Вот этой формы нет. Она исчезла в предмете, поскольку он появился. Она не освещает себя предметом, исчезает в нем. Поэтому в своем есть, которое форма определяет по отношению к предмету, форма обнаруживает есть, закороченная с абстракцией, и нет. В простом есть форма обнаруживает простое есть, и простое нет. Это что? Это рефлексия формы в себе. Познание формы себя или рефлексия заключается в том, что форма обнаруживает в себе две веки стороны. Есть она обнаруживает, есть и нет. Соответственно, в самой форме обнаруженные эти моменты, эти моменты обнаружены в самой форме, то есть в самой ситуации в действительном состоянии. Форма есть, а предмет становится. Это моменты, которые форма обнаруживает в своем действительном состоянии, в котором участвует предмет. Обнаруживая эти два момента, она на самом деле, форма сталкивается с ситуацией, с какой ситуацией? Один момент, выделенный в качестве момента мыслим, то есть форма есть, а предмет – вот этот момент. Форма есть, а предмет – это абстракция, сторона и момент. Так вот, абстракция мыслим только в том случае, если мы ее держим за абстракцию. Иначе получится действительно из пустой формы, что пустяки. Все же бывает. А второй момент, выделенный в качестве абстракции, именно в качестве абстракции ты еще знаешь. Это немножко странно. Не, а не является ли это второй моментом? У нас получается, что небытие в каком-то смысле есть. Не получается ли второй момент, что есть предмет? Вот в первом случае есть форма, так вот, абстрактно на момент, и ударение на то, что есть форма. А во втором случае форма как бы исчезает и появляется предмет, ставший. Он появляется в вашем себе форме? Нет, он появляется как в старшей форме. Есть абстрактная форма, в нем становятся предметы, есть как бы ставший предмет. Форма себя воплотила в предмете и исчезла как нечто чистое, да, исчезла как чистая форма. То есть стала некой формой предмета, или как сказать, просто предмет, лучше говорить. Она исчезла не как чистая форма, она исчезла как форма, как действительное состояние. Есть действительное состояние. Форма есть, без нее становится. Или просто есть и становится. Вот это есть распадающая абстракция. Есть до предметов в чистом виде и нет. Так почему нет-то? Что значит нет? Форма же не может исчезнуть. Слово нет не очень понятно. Потому что абстрактность чистоты это понятно, а нет это что значит? Поскольку предмет возникает, поскольку форма не знает себя как форму, то она не отличает себя от возникающего предмета. И все равно исчезает такое конститутное состояние мыши. То есть она же исчезает в этой абстракции, она не вообще исчезает, она исчезает в этой абстракции. Получается такая ситуация в действительном состоянии формы, мы выберем две абстракции. Одна из которых в качестве абстракции не мысль, а другая в качестве абстракции мысль. Форма до предмета может быть только абстракция, не может быть в действительном состоянии формы. Но она в качестве абстракции, удерживаемая как абстракция мысль. А форма не отличающая себя от предметов, есть абстракция тоже. Но поскольку мы ее как абстракцию исчезаем, она так само исчезает. Тем образом в форме исчезает один из моментов, которые в ней есть. В форме исчезает один из моментов, которые в этой форме изначально есть. Форма себя рефлексирует, то есть обнаруживает эти два момента, которые в ней есть. И тем самым выясняется, тем самым избавляется от одного из моментов. Сам акт рефлексирует разделение формы до два момента. Есть избавление от одного из моментов как не мысленно. И все, что я могу сказать, это и есть переход к другому состоянию, действительному состоянию формы. От одного действительного состояния формы и переход к другому состоянию формы. Каким образом? Путем исчезновения одного из моментов, которые в первом состоянии формы, в другом. То есть у нас получается один немыслим, а второй невозможен. Выделить чисто чистой формы невозможен. У нас ситуация, когда форма торжественного применения, это немыслимо. А та ситуация, которая форма рефлексирует чистой формы, невозможна. Как действительно невозможно. Ну и ситуация получается где-то посередине. Истина. А переход к другому состоянию? Из двух абстракций, которые есть в форме, и из двух сторон, которые есть в форме, остается одна, и есть переход. Да, вот так. И все. И все. А как она может удерживаться? Какие результаты? Там же у этого перехода должен быть такой-то результат. А результат выглядит только одним способом, что форма является чистой формы. Что невозможно. То есть мыслимом это невозможен. Вот это является результатом? Нет. Ну, конечно, нет, да. А что там? Поскольку в действительном состоянии формы исчезает момент... Какой момент? То есть из предметов, можно так сказать? Учезает момент, что падение из предметов. Как называется? Воплощенности. Мне тут еще интересует, что вот я уже слышал. В прошлый раз ратовал за то, чтобы был некий единый принцип. Да, у вас все равно получается, что существует два принципа. Да, есть принцип развития формы, есть принцип развития предмета. И это как бы получается, что два принципа. Они как-то соединяются, разъединяются. А фактически должен быть некий монизм, да. Только вот есть только форма, а предмет всегда не конечно-то вторичное. Он определяет... Его бытие определяется только по тому, как себя ведет форма. Форма меняется, она что-то делает, и с этим... И это происходит что-то с предметом. То есть предмет всегда страдательный. Так оно и не происходит. Поэтому, когда вы говорите о двух моментах, первый момент должен был быть абстрактный – это чистота формы, а второй момент – это предмет. То есть не исчезновение формы. Потому что исчезновение формы – это некий как бы результат, который невозможно видеть, да. Просто предмет появится. То есть предмет в некотором смысле ведь тоже форма. Это как бы нечто страдательное от формы. То есть есть два – либо предмет, либо абстрактный момент формы. Абстрактный момент чистоты формы. Вот есть некое условие, да. Вот форма, она предшествует всему. Мы как бы мыслим это в том смысле, что она является чистой. На некотором абстрактном моменте. И в то же время мы понимаем на самом деле, что форма зависит как-то от предмета. Не зависит от предмета, а она есть для другого также. Это другой предмет. И в следующем моменте получается, что мы видим предмет. Но это получится тогда, как у Гегеля, да? Чувственные достоинства. Что есть этот и это. Ну уж так, что сначала есть субъект, есть объект, и это две стороны как бы чувственных достоинств. В каком-то смысле можно сказать и так, что есть чистая форма, одна абстракция является чистой формой, а другая абстракция является сам появившийся предмет. Вторая абстракция возникает постольку, поскольку предмет все-таки является. Но этот момент явления предмета в форме нет. Если форма не существует, значит вообще не существует. Потому что если форма является народом... Но если вообще не существует, то и говорить о нем нельзя. Не бытия ведь нет, правильно? В каком-то смысле он существует. Вот существует как тот способ, каким форма не существует. Может быть. Но что-то ведь существует, то что предмет являt означает, что нету форм. либо есть форма, либо есть предмет мы фиксируемся на форме, говорим, вот она форма мы фиксируемся на другом моменте на становлении, говорим, вот предмет но когда есть предмет, нет формы когда есть форма, нет предмета то есть мы не можем сразу взять одновременно одно и другое нет, надо сказать все-таки так когда есть форма, нет предмет но когда есть предмет, ничего нет все исчезает если уж так Формула все равно, наверное, есть, только она ни себя не знает, она знает только предметы. Нет, она ничего не знает. А как тогда можно зафиксировать, засвидетельствовать, что предмет-то есть? И вообще, как его зафиксировать в этой крайности? Нет, просто он зафиксирован в первом начальнице. Он и есть в действительном состоянии формы, потому что в действительном состоянии, это то, что форма есть, это не становится. Что же у него нет? Он становится, прекрасно состояли, ясно совершенно. Но это все хорошо. Это тоже некая абстракция, как мы говорили, да? Еще что-то сообщили, про Роу. Игорь, извините. Я же хотел сказать, что движение происходит из действительного состояния. Поэтому предмет есть в действительном состоянии, но попытка его абстрагировать приводит к пустоте. Поэтому твой вопрос, куда делся предмет, как бы незаконен. Мы просто попытались его абстрагировать и выяснили, что абстрагирование применить к нему не удается принципиально. И все. И все. Что у него есть, потому что он не является равноправной стороной формы. Он является другой стороной из действительного состояния, первой стороной которого является форм. Но тут другая ситуация. Я заткнулся на том, как назвать исчезнувшую абстракцию. Абстракцию, в которой форма в ходе рефлексии освободилась. В ходе познания себя освободилась. Одна абстракция, чистая форма, которая действительно есть в форме. Потому что она действительно есть в форме. Хотя я не знаю себя как форма. Поскольку она есть, а председатель только еще нет работы и будет. То этот момент, безусловно, и есть. И он, если удержит этот момент, то все в порядке. Этот момент выполнит мысль. Если он не будет в действительном состоянии. Этот момент он есть. Но в то же время мы от чем-то избавляемся, когда форма не может отличить себя от предмета. Заткнулся, как назвать это состояние для Фома. Наверное, состояние еще такого же предмета. Или знамя. Нет, что-то не так. Как ты уже назвать это состояние? Какая-то сторона, которая присутствует в первом действительном состоянии мысли. В первом действительном состоянии Фома. Вопрос ведь не в том, что оно есть в действительном состоянии. А в том, как назвать эту попытку абстрагирование ее. Вопрос в этом ведь? Нет. Попытка абстрагирования понятна. В предмете есть момент, в том, что он все-таки возникает. И, поскольку он возникает, форма в нем исчезает. Описание самой абстракции понятно. Да. Вот как назвать этот момент, эту абстракцию, которую мы там обнаружили. Ну просто, как назвать эту абстракцию, какое дать ей имя. Да. А зачем, собственно говоря? Она что? Она будет как-то иметь значение для этой жизни? Ну, я не знаю. Ну ладно, хорошо, можно действительно не так важно. Итак, мы имеем действительное состояние, в котором остается действительное состояние. Форма есть или нет становится. Или просто есть и возникает. И в нем остается только одна сторона. Это чистота формы. В результате исчезновения другой стороны мы получаем понимание формы себя как формы. Как причины. Абстракция, которая осталась, заключается в том, что форма есть, а предмета еще нет. То есть абстрактная чистота причинности. Абстрактная чистота причинности. Если действительно существовала пустая чистая форма, то она была бы такой, в нормальном смысле, причиной содержания. Вот она есть, предмета еще нет, и вот предмет. То есть это состоит в том, что у нас форма начинает мыслиться как подразумеваемая причина. И это нормальная причина. Да, да, да. Когда остается только одна абстрактная причинность, форма получается её действительной причинной. Не в том абстрактном смысле, что форма есть, а предмета еще нет. А в том, что форма сознает в себя причины становящегося перемен. Сознает в себя формы становящегося содержания. Сознает себя актуальностью при потенциальном предмете, при предмете, который возможен. Напомню, все эти слова значит одно и то же. Быть причиной, быть формой и быть человеком актуальностью. Форма переходит от знания собственного бытия к знанию собственного причинности. От знания о себе, что есть, знания того, что причина, то есть актуальность или форма. Поскольку форма переходит в знания о себе или знания о себе как причины или тождества, то предмет уже не просто становится, до сих пор мы играли просто в становление. Становление заключается в том, что еще ничего нет, от того, что все уже блиннейше появилось. Нам было достаточно становления, чтобы, я думаю, достаточно становления, больше ничего не надо знать о содержании, чтобы разыграть вот эту вот карту. С тем, что форма предшествует этому содержанию или исчезает. Чтобы разыграть эту абстракцию, ничего надо знать о содержании, думаю я, кроме того, что оно постановится. То есть тем самым мы доказали, что форма, точнее форма себе доказала, что она необходимы условия, да? Да. Да, не просто их есть. А необходимы условия. Но только мы недавно обсуждали, что и предмет есть необходимы условия формы. Тоже это обсуждали. Вот и глядут. Ну а что тут, как с того? Да, следствие является обязательным условием чувствованием причин. Если нет следствия, то нет причин. Это как раз простая диалетика. Даже простого причинения. Здесь можно возразить, что, может, причина следственная к категории не подходит для описания формы? Причина следственная – это рассуждение просто проще. Но даже для нее верно, что из-за одного причина другого не значит что-то другое не нужно. Просто причина обычно понимается как? Если форму не причиняет – ничего нет. То есть если причины нет – нет и следствия. А отношение формы и предмета – оно какое-то там более сложное. Ну, когда Игорь говорил, что предмет является условием самосознания формы, это вообще-то мы верно и для простой причины, и для нашего разговора. Это не отменяет того, что причина передает. Содерживает. Никак не отменяет. То, что предмет нужен для самосознания формы, никак не отменяет того, что сначала форма, потом ты. Ничего не мешает. Еще есть такая вещь, что обычно причину знают только через следствие. Это условие познаваемости причины. Как знают, что есть причина? Причину видят внутри следствия. Следствие – это есть нечто, через которое видят причину. Нет причины чистой, да? Причина всегда вот светится как-то в своем следствии. То есть здесь как бы тоже должно проявиться как-то так. То есть форма должна быть причиной в своем следствии. То есть по идее на причину надо было бы выходить через следствие. И говорить, что вот поскольку есть следствие, значит есть ее причина. У нас получается так. Форма осознает себя по отношению к содержанию. Больше мне сказать вот нечего. Форма осознает себя, которая выясняет, что с одной стороны есть до предмета, а с другой стороны исчезает. То есть она познает именно себя, именно свое состояние. И я ей, и я нет. То есть рефлексия невозможна в чистоте? Ну, познает по отношению к предмету. При условии становящегося предмета. У него не получается. Так рефлексия понимается как отрицание предмета? Рефлексия – это какое движение? Если предмет необходимы в условии существования формы, то рефлексия и возвращение формы в себя есть что? Форма отрицает предмет и тем самым возвращается к себе, как у Гейли. То есть она действительно через предмет приходит к себе. Сначала она просто видит предмет, который становится в форме. А потом она отрицает предмет и говорит – вот форма. Ну, если сказать так, что форма в себе отрицает ту сторону, в которой она отрицает на предмет. Тогда да. Форма в себе. Опять-таки форма нарезает себя по отношению к предмету. Поэтому получается так. Форма в себе отрицает ту сторону, ту абстракцию, где она – традиционный предмет. И утверждает в себе ту абстракцию, сохранит, по крайней мере, ту абстракцию, где она – до предмета. То есть форма выбирает? До предмета. То есть это есть некий выбор или что такое? Выбор? Как движение происходит? Вот форма обнаруживает 2 стадии, она абстрактная. А потом предпочитает одну из них или как? Ну, если старая исчезает, то что тут предотекчать. А, то есть все-таки это необходимость. На самом деле этот переход осуществляется необходимым путем. Что на самом деле процесс идет так, что форма сразу переходит в следующее состояние. Но для нас, чтобы понять, как это происходит, мы пытаемся по крайности увидеть, куда бы еще можно было двигаться. Можно ли двигаться в предмет? Нельзя. Можно ли двигаться в чистоту? Нельзя. И мы переходим сразу во вторую. Во второй шаг. Ну, в общем, да. По необходимости происходит. Никакого выбора нет. Выбор есть только в одном. Как я думаю. Выбор случается в том, заниматься рефлексией или не заниматься. То есть первоначальное состояние формы, форма эфир становится, не заключает в себе беспокойство. Кого-то противоречия, какого-то, какого-то, какого-то недостатка. И они имеют недостатка. Поэтому само деятельное обнаружение разных абстракций – это добрый выбор формы. Ну, если ты лучше и легче занимаешься, то даже не полный уровень. Поскольку форма совпадает с предметом, она просто исчезает вместе с предметом. Поскольку форма знает чистоту, она удерживает это как маленький. И там переходит в ситуации, в действительной ситуации, когда форма есть причина, но не добрый предмет. А причина становится вообще причиной. То есть это действительно нормальный состояние формы. Форма знает себя как форму, форма знает себя как причину. И в этой причине становится предметом. Поскольку форма знает себя как то, что как причину, форма узнает, что предмет не просто становится, а становится как нечто одно. Этого форму не знала, а эта форма узнала. Теперь эта форма о себе знает. Опять-таки надо проговаривать. Форма сначала нечто узнает о себе, а затем узнает нечто о предмете. Поскольку форма узнала о себе, что она тождественна, то предмет, становящийся в этой тождественной форме, равен себе. Предмет становится как нечто одно. Предмет становится как нечто одно. Узнав о себе, о своем тождественной форму узнает и о... То есть, лучше так говорить, что поскольку форма тождественная и предмет становится точно так же тождественным. То, что предмет имеет вторичность, он страдатель, он зависит от формы. Да, когда форма стала тождественной, и точно так же предмет стал чем-то тождественным. Да. Потому что тот же предмет должен соответствовать форме. Он не может сам по себе, у него нет никакой собственной воли. Он становится, и его состояние зависит от состояния формы. Если форма становится тождественной, и предмет, соответственно, подчиняется этому тождеству, точно так же становится тождественным. И, видимо, это вообще единственная возможность мыслить чувственный предмет в качестве одного. Мы с вами говорили, что слово «одно», где действительно «одно». Можно сказать, что становяющиеся тождества нельзя. То есть предмет становится неождественным, значит неправильно я говорил. Предмет становится одним. Форма становится тождественным. Можно сказать, что это тождественное. exist, но в каком-то смысле это и есть способ каким предмет подчиняется то же дистурно? Да, именно этот способ, этот предмет, причиняет итоги, то есть правила. А можно еще раз про невозможность второго момента, как абстракцию, форму исчезающей предметы? Почему это невозможно? Потому что, если я мыслю свое отсутствие, то я как бы сознание противоположное тому, что я мыслю, да? Знаете, почему невозможно? Я не сказал, как надо сказать, форма о себе знает только то, что она есть, только единство. Поэтому, если становление предмета взять со стороны бытия, то с одной стороны это еще то, что будет, а с другой стороны это очень ничто. Вот если взять становление со стороны бытия, то форма не может отличить знание о себе и знание от предметов. Потому что о себе о предмете она с этой стороны знает только простой и есть. О себе знает только простой и есть, но о предмете взять со стороны бытия, она знает тоже самое. То есть не отличает себе от предметов и исчезает. То и другое исчезает. Отведем. Еще что-то. Теперь мы имеем нашу ситуацию. В тождественной форме становится один предмет. Я снова хочу заметить, что становится чувственное. Для Фореса Анахимандры это было непреодолимым, потому что у них чувственное дно бралось не как становящиеся. Чувственное дно может быть, одно может быть чувствуем при условии границы. А поскольку оно одно, то границы нет. И Фореса Анахимандры на этом закончили. То есть чувственное, то есть чувственное. Раз одно – какая же граница? Раз нет границы – где же чувственное? А становящиеся одно – всегда имеют границу. Ну, я чисто феноменологически, я вот не знаю вот это становление в качестве одного. Можно, скажем, это назвать светом или звуком. Свет в темноте или звук в тишине. Это же и чувственное огонь, поэтому я не знаю. Надо ли назвать это просто одним и умолвнуть? Становится только одно и все. Для меня еще и молчание. Или это можно как-то интерпретировать, как, скажем, свет в темноте или звук в тишине. То есть просто свет и просто звук из дальнейшей. Да. Ну, наверное, свет в детальчике, наверное, есть просто одно. Я не знаю. Хочешь немножко в это подумать? Ну, нет. Что-то нам не приходится. Логически, конечно, одно. Это еще и одно, и все слова. Не, ну, может быть, как бы с внешней позиции. Просто это одно есть многообразие. То одно вошло, то другое третье. Там же это же не важно. Важно, что для формы это одно. А то, что сейчас красное, а потом, не знаю, желтое. Сейчас теплое, а потом холодное. Это ведь форма этого же не видит различия. Она видит только одно. А все различие для ей просто недоступно. Поэтому вот зачем рассуждать о том, что это такое. Если с какой-то внешней позиции надо, можно об этом рассуждать. А с позиции внутренней тут. Иначе говоря, а почему есть становление? Потому что есть много предметов, которые входят. А почему есть одно? Потому что они все для формы одинаковые. Одно и то же одно. Все, что в форму не войдет, оно и есть одно и то же одно. Самого различия, поскольку нет границы, форма не видит. Хотя различие в внешней позиции есть. Сейчас красное, потом там белое, потом там желтое и так далее. Тогда не возникает таких разговоров. Что это такое может быть? Все что угодно. Может быть. По крайней мере, жизнь ничего не меняется. Сказать, что он возникает. Становится светким материалом. Сказать, что она сам основа. Становились эти. Как я знаю, люди не будут. Нет. Суть этого вопроса в чем состоит. Форма та же действенная. И все остальное, все остальное должно подчиниться этому принципу. Но форма так устроена, она еще не может различия принять. И поэтому все остальное, что как бы этому принципу соответствует, это просто некое одно и все. О нем просто ничего у формы сказать больше не может. Это иное состояние бытия. Да, вот есть состояние бытия, когда просто форма говорит есть. А есть состояние бытия, говорит, когда есть одно. То есть уже добавилось некоё, как бы нечто добавлено, но все равно полная абстракция. Есть одно, не многим отличается от состояния есть. Нет. Становится и становится одно. То есть не есть одно, а становится одно? Да. Сначала просто становится, а теперь выяснилось, что становится как одно. Сначала мы знали предмет только то, что он становится, и все. Теперь мы знали предмет, что он становится в качестве одного. Когда форма узнала о себе, что он это единственный, то он предмет и тем самым... А когда предмет становился, мы же говорили, что это есть. Со стороны формы... Со стороны предмета это становление. Со стороны формы это есть. Когда мы говорили о первом состоянии предмета, то мы говорили, что он становится, и только одной из абстракций это становление является есть. Это не действительное состояние предмета. То есть есть постоянное предмета? То, что он становится. а форма как там есть не помимо этих абстракций внутри вот этой реальности форма так есть предмет становится понятно форма как мы говорили что она просто есть вот есть форма да и как предмет подчиняется этому есть там смысла что у него становится точку то есть предметы как бы нет формы есть она стоит а предмет все что все что в этом есть становится перцessa56 есть 1 форма это что такое есть плюс 1 а что такое предметы предмет это вот все что становится в этом одно форма то есть формы не в каком-то смысле о чем мы говорим если одно является предметом тогда получается что форма отдает свои определенности предмету сначала было со стороны предмета определенность было только становление теперь со стороны предмета определенность становится что форма отдала ему такую определенность как одно благодаря тому что форма стала тождесть когда форма была задала хорошо задала то есть когда форма была простым есть определенность предмета состоял только в том что он становится. Когда форма стала не просто есть от тождества, определенность предмета стала одной. Да. Одно становяющееся. Да, становяющееся одно. Хорошо. То есть такая логика. То есть форма изменяется, тем самым предмет подчиняется этому изменению. Да. Если вы возьмете предметы в состоянии, когда форма тождественна себе, а предмет становится в качестве чего-то одного, то в нем тоже должна быть, действительно, обязана быть та же игра. То есть различение в форме двух состояний. Одно из которых как состояние, так абстракция мыслима, а другая как абстракция или сторона и мысли. Ну, тут действительно немножко смешно, но все получается. Я о методе. Одну сторону мы выделяем как сторону, и она как сторона мыслима. Только как сторона, но мыслима. А с другой получается смешно. Мы ее выделяем как имеющиеся в качестве абстракции, а потом уже выделенная в качестве абстракции она изделяет как абстракция. Ну, что же надулась, если она ищет, это немножко забавно. Получается, как получается, но не очень смешно. Но немножко смешно. То есть это метод варьирования такой. Там мы пытаемся варьировать в одну сторону, пытаемся в другую. В одну можно, а в другую нельзя. Да, мы выделили некую сторону, которая действительно есть в каком-то нормальном состоянии. Но в качестве выделенной она тоже угасает. Мы испытали ее на бытие и ей не прошло испытания. Она загрустила и померла в качестве старания. А не была. Все, всех докликов утопить. Самое-то интересное. Это с теми, кто выжил. Ну, вот так. Уже это так. Вольвера родил, но вот ты не видишь отчетливого пуха. У нас же это задано самими условиями. Если предмет полностью подчиняется форме, то, конечно, он всякий раз окажется, так сказать, крайним. Что с него взять, если у него нет никакой самостоятельности? Он полностью подчинен форме. Неизбежно, всякий раз форма окажется правой, а предмет неправ. Всякий раз эта форма будет выигрываться. Всякая сторона предмета абстрактная будет ничтожественной. А абстрактность формы будет чем-то. Ну, хорошо, я же согласен, уже пора заканчивать, выигрывая занятие счетов и милости должны быть. Значит, форма актуальна и знает об этом. Тем самым предметенно знает, что он не просто становится, а становится как одно. Какие здесь моменты, которые мы будем разбирать в дальнейшем, с одной стороны форма причиняет предмет, то есть делает его традиственным себе, а с другой стороны, поскольку предмет плетительно причиняется, то есть становится дождественным, то форма, знающая о себе только то, что она дождественна, когда, поскольку она узнает о предмете, что он дождественен, она опять не может отличить свое дождество от тождественных предметов. Значит, с одной стороны есть акт причинения, воздействия. Форма воздействия тем, потому что она разносили. То есть надо помнить, форма воздействия активно причиняет в том смысле, что она так отождественна себе. И только в этом смысле. Никого другой активность в форме меняет способа отчинения. Форма причиняет предмет, но умирает в собственном результате. Умирает в собственном результате. Поскольку предмет становится дождественным, форма не в силах отличить свое дождество от того, что предмет. Форма, с одной стороны, есть причина, поражающая результат, но причина, которая исчезает в своем собственном результате. Поэтому я думаю, что в любом причинении, даже в простом причинении отнимшаем от другого, есть эти два момента. С одной стороны, воздействие причины на средствия, а с другой стороны, результат. воздействия. Есть вот удар одного шага, а с другой, и результат этого удара в шаге казус. То есть, во всяком причинении есть два момента. Момент причинения и результат этого причинения. Момент воздействия и результат этого воздействия. Так и здесь. есть момент воздействия формы, который можно выяснить как абстракцию воздействия формы. То, что форма превращается в сегмент в нечто одно. И есть результат этого воздействия. Например, делаются одним, и тем самым, поскольку делаются одним, форма исчезает, как абстракцию длинную буквально. Таня, не обязательно выдерживайся, не выдерживайся сейчас. Я плохо соображаю. Форма исчезает в этом результате. Какой выход отсюда? Это заключается для формы в том, чтобы вновь и вновь воспроизводить себя как причину. Не успокаивать результат. Вновь и вновь воспроизводить себя как причину предмета, не зная о результате. Единственный способ удержать себя как причину. Она уже знает себя причиной, а не просто мы cometерин. Единственный способ удержать себя как причину, это вновь и вновь этой причиной становиться. То есть форма такая жадная получается всегда хочет быть первым то есть она борется за первенство буквально сонс она бы могла бы как бы успокоиться она предметы причинила и надо каждый раз доказывать что вот она его причина то есть метод тоже мы убираем в своем результате форма умирает мы убираем этот результат эту абстракцию отпрашиваем ее она скучала и померла и стоит только абстракция причинения абстракция причинения является абстракцией если брать просто как факт причинения без результата но она дает нам новое действительное состояние воспроизведения формы себя как причины без какого-то ни было угасание в результате вновь и вновь и вновь это вот то что мы называли флот-флот-флот все а